Юные артисты шутят на тему школьных задачек, а также по поводу того, что, таская портфель с книгами, можно стать сильным почти как Геракл. Впрочем, в анапских школах уже широко используют систему электронных учебников, которые можно читать с компьютерного устройства. Из новаций этого года в обычные первые классы пойдут 15 ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые будут заниматься по специально разработанным программам. В девятой школе, которая является пилотной, то есть здесь проходят обкатку новые образовательные технологии, с девятого класса внедрят новые федеральные образовательные стандарты. Говоря простым языком, у ребят появится возможность выбирать специализацию. Появятся юные физики, химики, математики или спортсмены. Всего в девятке будут действовать 10 дополнительных кружков с углубленным изучением предметов. Они основаны на том, что мы учим детей учиться самостоятельно. Если раньше проводником знаний был только учитель, то сейчас учитель ведет детей той дорогой, что они могут научиться сами. В этом году в первые классы школ Анапа пойдут порядка 2800 первоклассников. А к доске впервые встанут 7 молодых педагогов. Анастасия Крященко закончила Кубанский госуниверситет и будет преподавать биологию в школе номер 9. Свою профессию она считает призванием. Отлично. Я попала в свою среду, мне это очень нравится. Меня хорошо встретил коллектив. Я себя в другой профессии никогда не видела. А биология, ну это, наверное, спасибо моему учителю биологии за то, что привела мне любовь к этому предмету. Глава города Сергей Сергеев заявил, что система образования в муниципалитете полностью готова к началу учебного года. Вместе с тем он поручил уделять больше внимания вопросам безопасности в учебных заведениях. Кроме того, мэр призвал возродить традицию шефства предприятий над школами. На Руси исторически все боговгодные дела, в том числе и содержание образовательных учреждений, в различное время ложилось на успешных предпринимателей. На каждой территории есть успешно работающий бизнес, которому и местная власть, в том числе, оказывает стратегические услуги. В этом году на образование в городской казне предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Это половина бюджета города-курорта.